В прямом эфире. Здравствуйте, 21.00, а значит вы в прямом эфире с Павлом Раковым. Рад буду ответить на ваши вопросы, устроить разбор жизненных ситуаций. Подключайтесь и понеслась. Сегодня, да, день необычный, сегодня день выходной и это здорово, а значит мы с вами можем пообщаться, может быть даже чуточку дольше. В записи эфир сохраняется ровно сутки. Мне будет также приятно, если вы передаете своим знакомым информацию о моем инстаграме, о моей группе ВКонтакте. И таким образом, ну, наверное, вы благодарите меня за те труды, которые я, в общем-то, осуществляю для вас. Я стараюсь для вас, вы постараетесь для меня. Чем больше вы дадите информацию своим знакомым об этих прямых эфирах, ну и вообще о моем инстаграме, тем, наверное, больше вы сделаете приятного мне, ну и другим людям тоже. В этом я абсолютно уверен, потому что, ну, они потом обычно сами же вас и благодарят. Вот, ну что ж, давайте практически сразу. Павел, почему в инстаграме нет вас? Странно. А вы меня с двух устройств смотрите? Есть я в инстаграме. Все хорошо. Нина, здравствуйте, Попова. Давайте представимся, вы скажите, из какого вы города, сколько вам лет, как вас зовут и в каком вы статусе. Свободно, разведена, замужем или в отношениях. Угу? Угу. Вот, и таким образом, каждый раз, когда я буду вам звонить, делайте то же самое. Пожалуйста, представляйте, сколько вам лет, из какого вы города, в каком вы статусе. Свободно, разведена, замужем или в отношениях. И тогда мы сможем, в общем-то, радостно с вами общаться. Почему радостно? Ну, а что грустить-то? Все же хорошо. Ну, может быть, не все. Но в целом, все равно хорошо. Вот. Давайте, да, пожалуйста, пишите слово мне. И, значит, если вы напишите слово мне, соответственно, пойдет звонок. Так, пожалуйста. Если меня хорошо видно и хорошо слышно, поставьте пятерку. Потому что здесь кто-то жалуется, что меня плохо видно и слышно. Наверное, это только у этой девушки так. Потому что, наверное, все бы жаловались. Идет уже дозвон кому-то. Смотрим, кому мы сейчас дозвонимся. Почему мы? Мы же с вами вместе. Мы же команда в какой-то степени. Все делается здесь совместно. Пятерки есть. Угу. Все отлично. Спасибо. Звук хороший. Но дозвона почему-то нет. Дозвона нет. Дозвона нет. Это значит, что по какой-то причине у вас что-то со связью. Напишите слово мне, кто хочет, чтобы я вам перезвонил. Хорошо? И таким образом мы разбор жизненных ситуаций устроим. Здесь в прямом эфире. Те, кто смелы, они уже были на моих прямых эфирах и знают, как это происходит. Ну, а те, кто впервые, ну что ж, да, те, кто впервые посмотрят на других со стороны и, может быть, осмелятся задать свой вопрос. Потому что почему осмелятся? Потому что при всех. А вы знаете, что прямые вот эти вот эфиры чем полезны? Что очень полезны еще и другим людям. На вашем примере многие позитивные вещи у девушки узнают. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Рада вас снова видеть. Мы с вами уже были в эфире. Меня зовут Светлана, мне 30 лет. Я в отношениях. Павел, у меня такой вопрос. На самом деле, я думаю, что это касается многих девушек. Я привыкла к тому, что я, в принципе, зарабатываю на жизнь сама. У меня свой небольшой бизнес, который идет, скажем так, развивается. Вот вопрос. Сейчас я в отношениях, но у меня такой, больше глобальный, наверное, вопрос. Почему? Когда я почему-то начинаю говорить, что да, в принципе, ну, у меня с финансами все нормально, мужчина как-то начинает занимать такую позицию, что чуть ли не жизнь за счет женщины и все остальное. Вот с чем это связано? Поэтому я как будто стараюсь вообще никогда не говорить об этом. Или это не тема? Связано это с тем, что вы с такими мужчинами общаетесь. А вы с таким мужчинами общаетесь, потому что вы такая. А вы такая, потому что у вас такие навыки. То есть в зависимости от моих навыков. Ну, какие у вас навыки, с такими мужчинами вы общаетесь. Понимаете, если мужчина хочет жить за счет женщины, это, ну, скорее всего, ну, либо пикапер, либо альфонс, либо какой-то бывший мажор, вот, у которого сегодня нет средств к существованию. То есть человек, который не любит брать ответственность за свои собственные дела, у которого, ну, мужских качеств мало. А мужских качеств почему у него мало? Потому что у вас их много. Блин, вот в этом проблема мне даже мои коллеги говорят. Они говорят, ну, прекрати выкатывать свои яйца везде и повсюду. Ну, присоединяюсь к коллегам. Я понимаю, вот я ваши там сейчас смотрю тренинги все, да, я пытаюсь как-то, ну, как говорится, спрятать их глубоко. Ну, вот смотрите, если дикую тигрицу завести в дом, и она будет жить с каким-то мужчиной, она все равно его сожрет. Согласны? Понимаете? Еще, да, вопрос. Не то, что вопрос, а почему-то, вот месяц, два, три отношения, и почему, как только мужчина дает какую-то слабинку, я сама понимаю почему-то, что я начинаю его просто жрать эмоционально. Ну, и в итоге мы расходимся. Ну, понятно. Я вам это и говорю. Что со мной происходит? Ну, что с вами происходит? С вами происходит то, кем вы являетесь, так вокруг вас мир и мужчин проявляется. Вот, смотрите, то, что с вами происходит, вы и так знаете. Железные яйца, мужские повадки и про все остальное. А что надо делать? Давайте лучше об этом поговорим. А что надо делать? Ну, соответственно, нужно в себе тренировать женские качества. Согласны? Я стараюсь. Вы как бы... Нет, здесь надо не стараться. Здесь либо вы по-взрослому за это взялись. Вот вы можете делать бизнес так, знаете, ну, шатковалка. Представьте, что вы запускаете бизнес. Получится? Сто процентов нет. Урывками не получится. Это все равно, что чайник кипятить. Вот вы решили скипятить чайник. Иногда кипятите, вы нажимаете на кнопку по, не знаю, по 5 секунд. Вот такой электрический чайник. Через... Потом то нажали, то отпустили. То нажали, то отпустили. Когда он закипит? Правильный ответ? Никогда. Никогда. Поэтому нужна системность. Так же, как в бизнесе. Я на вашем языке это сейчас объясняю. Я сам предприниматель. В бизнесе нужен системный подход. Если хотя бы что-то одно не досмотрел, как говорится, ракета не взлетит, машина не поедет. Если какой-то одной запчасти не будет. То же самое и в бизнесе. Вот очень часто то же самое и в личной жизни. По инерции еще какое-то время люди двигаются. Пока есть, ну скажем так, биологическое влечение. Мужчины и женщины. Химия, любви. Половое влечение, скажем так. Но в итоге потом оно по-любому пропадет. Нужен системный подход. Жалко, что вы зависли. Вот здесь все на вас уже там ругаются. Но я все равно отвечу этой девушке. Потому что запись сохраняется ровно сутки. Вот смотрите. Если вы систематично выполняете определенные действия, тогда у вас сформируются привычки. Если системы нету, выполнение этих действий, привычек нет. Были проведены исследования. Оказалось, чтобы сформировать новые привычки на уровне рефлекса, необходимо 10 тысяч часов. Блин, это реально много. Если по, как говорится, по 10 часов в день заниматься, то понадобится более 7 лет. Вот реально вдумайтесь. Ну что делать? Ну вот вы так за эти 7 лет стали мужчиной. Ну психологически, да, я имею ввиду. Повзрослели и у вас появились мужские повадки. Теперь вам придется еще 7 лет потратить для того, чтобы заново становиться женщиной. Можно ускоренная программа, можно ускоренная программа. Но эта ускоренная программа все равно не месяц, не два. Все равно это реальное количество времени. Я хочу, чтобы вы без иллюзий были. Ну потому что, ну как, конечно это хорошо, когда у вас есть розовые очки, вы как-то на мир смотрите так вот, ура-ура, вау-вау. С одной стороны. Но с другой стороны, это просто неадекват какой-то. То есть девушка хочет получать одно, а делает другое. Так же и с многими из вас, девчонки. Если вы хотите иметь женские навыки, высокий брачный рейтинг, физический, помните, интеллектуальный, духовный, энергетический и эмоциональный. Вот эмоциональный, в общем-то рейтинг это проявление энергетического рейтинга. Как проявление, да, как любовь, она проявляется в чувствах, то есть во внутренней энергии и в эмоциях, во внешней энергии. Вот внешняя энергия это вот те самые эмоции, эмоциональный рейтинг. Вот этим всем вещам можно научиться. Нужно научиться один раз в жизни. Вот просто один раз в жизни нужно научиться. А потом жизнь будет складываться так, как вы даже мечтать боялись. Вот насколько она может складываться красиво. Ну что ж, давайте еще кому-нибудь позвоним. Давайте еще кому-нибудь позвоним. О, пишет. Вы сегодня не эмоциональный. Вот вам хочется и позвонить, чтобы вы эмоцию создали в прямом эфире. Я могу быть разным. Давайте посмотрим. А кого-то звали. Здравствуйте. Меня видно? Да. По-моему, я зрит. Все хорошо? Хочешь раз говорить, пожалуйста, представляйте. Меня зовут Аня. Я из Екатеринбурга. Я почему-то у себя зависла. Сколько вам лет? Мне 32. В каком вы статусе? У меня какие-то непонятные отношения. Они вроде бы есть, вроде бы нет. Ясно. Задавайте вопрос, Аня, из Екатеринбурга. Вопрос такой, наверное, мне нужно больше в себе разобраться, потому что я очень эмоционально в отношениях бываю. Вопрос не ясен. По-изначально. Ну, в общем, а если делать выводы по тому, что вы рассказываете, то есть изначально неправильное отношение с вами начала, начала жить на своей жилплощади, и, соответственно, много на себя взяла в отношениях, и сейчас наши отношения постоянно распадаются. Так, мужчина живёт на вашей жилплощади. Ваши отношения постоянно распадаются. Правильно? Да, то есть мы то миримся, то ссоримся у нас постоянно. А вообще, когда мы расходимся, у нас хорошие отношения становятся. А когда мы вместе живём, мы постоянно ругаемся. А он когда расходится, куда уходит? К родителям. С родителями живёт. Понятно. Ну, родители там практически не живут. Я работаю. В хорошей крупной компании. Что? В хорошей крупной компании работаю. Понятно. Хорошо. Ну, а теперь давайте сформулируйте вопрос. Потому что вопрос пока ещё не сформулирован. Я вам помогаю его сформулировать. Да, я так не ожидала, что вы мне позвоните, что я даже не подготовила вопроса. А на самом деле меня беспокоит то, что когда мы расходимся, я вот хочу уже точку поставить и думаю то, что мы просто друг к другу не подходим. Потому что я очень сильно нервничаю. Человек зарабатывает меньше меня. И пять лет наши отношения никак не развиваются. То есть в лучшую сторону. Ну, то есть не в лучшую сторону, они не становятся законными. Вот. Но у меня есть ребёнок. Мужу 9 лет. Мы встречаемся с этим молодым человеком больше пяти лет. И ребёнок считает его отцом. И по нему он очень скучает. И мне всё равно так и так приходится общаться. И, ну, потому что мой молодой человек тоже с ребёнком постоянно общается. То есть у них очень хорошее отношение. Вот. И, честно говоря, я развиваюсь. Я не знаю. Вот смотрите, Анна. Я уже несколько раз пытался вам задать один и тот же вопрос. Какой у вас вопрос? Вопрос вы сформулировать не можете. Именно поэтому вы плывёте в неизвестном направлении по течению жизни. То есть вот куда ветер подует, как ситуация сложится, как настроение, как кризис или ещё что-то. То есть когда у человека нет чёткой концепции внутренней, то есть тогда он цель не может сформулировать. И таким людям сложно, потому что они хотят, может быть, много, чувствуют, всё у них в порядке, может быть, там, с человечностью. Но с цельностью, если что-то не в порядке, им очень сложно формулировать задачу конкретную. А чтобы у вас что-то случалось позитивное в жизни, то, что вы действительно хотите, вам надо научиться формулировать эти задачи. То есть формулировать свои собственные цели. После того, как вы научитесь формулировать свои собственные цели, вы сможете даже прописывать планы. Что есть, шаги. Только после этого. Шаги невозможно прописать неведомо куда. Это просто будет бег по кругу, как белка в колесе. То, что вы сейчас рассказываете, похоже как раз на это. На крысиные бега и бег в колесе. Когда то расходитесь, то сходитесь. То расходитесь, то сходитесь. Вы страдаете от того, что там, может быть, можно было бы лучше разойтись на ваш ребенок. Принял этого мужчины, беги папы. Ну, вы, с другой стороны, страдаете от того, что он мало зарабатывает. И что же он живет в вашей квартире. Вообще он как-то уходит к маме. Он же должен быть сильный мужчина. Он же должен... Я же должна быть под его крылом, а не он под моим крылом. Короче, у вас куча вот этих вот всяких мыслей в голове. Разных. А сформулировать четкую задачу вы не можете. Вы можете... Может быть, вы боитесь сказать, что может быть, мне с этим мужчина расстаться. Или что я буду делать после того, как я расстанусь. Или как мне можно сделать так, чтобы этот мужчина больше зарабатывал. А можно сделать так, чтобы он взял ответственность за мою семью. За нас. А что я должна сделать? А какой я должна быть, чтобы он это сделал? Какой я должна быть, чтобы мы не ругались? Понимаете? Видите, сколько разных полезных вопросов. И вот надо разделить, скажем так, вашу жизненную ситуацию на множество вопросов. Потому что одним махом такие вещи не решаются. Понимаете? То есть те проблемы, которые вы накапливали долго, сразу одним махом не решишь. Но можно, если правильно, ставить задачи постепенно, по чуть-чуть, шаг за шагом решать эти вещи. И это нормально, потому что каждый раз, когда вы будете делать шаг вперед, ваша жизненная ситуация будет улучшаться. Круто. Продолжайте дальше смотреть мои эфиры, продолжайте ходить на мои вебинары. В шапке профиля можете зарегистрироваться на ближайший вебинар. На днях скоро будет. Тоже про женское счастье. Тренинг есть про женское счастье. Это уже больше, чем вебинар. Там три дня мероприятия. То есть, пожалуйста, приходите. Все, Аня, да. Для первого раза хватит, но я думаю, что вы уже подумаете над тем, что я сказал. Окей? Да. Спасибо вам за звонок. Нажимайте на крестик. Я еще кому-нибудь позвоню. До свидания. До свидания. Да. Надо, надо, надо формулировать вопрос. Спасибо за комментарий по поводу железных нервов. Вот. Вам тоже того же желаю. Давайте, да, уже кому-то дозваниваюсь. Видно, да? Пошло. Здравствуйте. Да, вы в эфире. Пока вас не видно. Вы детей из сумрака. Да, у нас темно. Я из Казахстана. У нас уже ночь. Я, честно говоря, не ожидала. Я всегда смотрю ваши эфиры и в шоке вообще, что вы мне позвонили. Меня зовут Материя. Ну, хоть лампочка-то будет маленькая, чтобы было понятно, кто вы. А то как-то неясно, с кем мы общаемся. Вам видно? Ну, так, с большим трудом. Видно, что красиво. Но не видно на сколько. Спасибо большое. Вообще, вообще, так, да, достаточно. Я не жалуюсь. У меня, знаете, такой вопрос. Мне 35 лет. В общем, я недавно познакомилась с молодым человеком. Ему 33 года. И у нас, получается, уже было три свидания. И... Ой, я так волнуюсь. Я пришла на свидание, на первое. Он так очень скромно себя вел. Мы погуляли по парку. И потом, значит, мы попрощались просто так за руку. Как бы, ну, такой сдержанный, знаете, не эмоциональный, там ничего такого. Просто поговорили, пообщались. Вот. Лишних вопросов. Вот у меня сынишка от первого брака, там, то есть, как зовут ребенка, сколько ему лет. Такого не было. Только мы попрощались вот так за руку. Он очень неэмоционально и сдержанно себя вел. При всем при этом так вот улыбался, смотрел, все. И я начала получать сообщения. Только мы попрощались, начали приходить смс. Ты такая красивая, а у тебя такие глаза, я никак не мог в них насмотреться, ну, такого характера. Значит, второе свидание. Опять же, мы замечательно проводили время. Как бы, я себя порой чувствую аниматором, потому что он достаточно сдержанный, а мне приходится как бы веселить там, развивать какие-то темы, поддерживать разговор, там о рыбалке, об охоте, там, куда он ездит, это все мне чуждо немножко. Вот. Но я как бы понимаю то, что интересы у всех разные. И после того, как мы попрощались, опять же, попрощались, ну, там он даже, у меня просто первый раз так обычно все, наоборот, лезут и пристают, и этот, наоборот, какой-то странный. И он снова так вот за руку со мной попрощался, и каждый раз он, в общем, так вот за руку прощается, а вы привыкли, что к вам пристают. Да, я привыкла, что мне сразу, ну, комплименты делают лично, а не в сообщениях. А то, что, ну, да, как-то вообще не очень странно, то, что он это пишет, все, может быть, я уже начинаю думать, что у него какие-то проблемы. Вот. И то, что он прощается, ну, я думала, ну, хотя бы там, в щечку уже, там, третья встреча. А он просто, знаете, так руку мне потрес. Ну, вот пока. И все. И сегодня снова, вот он с утра уже пишет, а вот когда мы увидимся. И вот каждый раз, и вот он постоянно мне пишет, пишет вроде бы, и лично, пристает, ничего. Как вас зовут? Марина. Марина. Сформулируйте вопрос. Видите, я каждый раз пристаю с одним и тем же вопросом, чтобы вы сформулировали вопрос, задачу. Так, ну. Это вам очень полезно. Вам мозг включает. Да. Ту сторону, в который нужно. Стоит вообще с таким человеком можно что-то? Как понять просто? У меня такого опыта не было. вот он настолько серьезно настроен, либо у него какие-то проблемы и комплексы. Просто как вот разобраться в человеке. Смотрите, я понял. Хорошо, ладно, давайте, да, разберем эту ситуацию. Есть мужчины, несколько, которые ведут себя не так, как большинство мужчин. Вот. Типа мужчин и типа личности, они вообще разные. Ну, к примеру, можно предположить, кто этот за мужчина. Допустим, один зверят. Сердцеед. Ему 33 года. Наверное, уже повидал много чего. Вот. Может быть, немножко в глубине души боится слегка женщин. Вот. Видит, что вы интересная девушка. Ну, я так в темноте вижу, что вы красивая. Спасибо. Да-да-да. Вот. И понимает, что вы сразу так не отдадитесь. То есть, не дурак. Вот. К примеру. И поэтому таким образом он вас издалека обхаживает. Вот. Иногда даже такие мужчины бывают женаты. Потому что, ну, у них секс все равно будет, что ему торопиться. Вот. Ну, не факт. Не факт. Потому что, значит, это, как бы, непроверенная ситуация. Вот. И если он не пристает, это не значит, что у него что-то не в порядке. У него просто стратегия другая. Он может одновременно ухаживать сразу за несколькими девушками. Он может относиться к разным людям по-разному. Он может с одной спать, прям, грубо говоря, зал усы взять и в койку бросить. А с другой за руку. Здравствуйте. То есть, понимаешь? Да. Ему интересно, можно просто играть с разными женщинами в разные игры. Это, как правило, такой игрок мужчина. То есть, понимаете? Его даже интересует не цель. Вот для них, смотри, кто-то придумал, допустим, пословицу «Вся жизнь – игра». Вот. Вот для них вся жизнь – игра. А есть мужчины, для которых жизнь – это стремление. А для кого-то жизнь – это тренинг, тренировка, понимаешь? Для кого-то жизнь – это наслаждение. Там, пофигист, скорее всего, это будет говорить, которому все пофигу. Вот. Для кого-то жизнь – это ответственность. Понимаешь? Для всех людей, мужчин в данном случае, жизнь – это разные вещи. И ставить на нем крест еще рано. как на них влиять? Можно просто поговорить. Можно поговорить, что ты хочешь. Обычно, смотрите, даже если вы действительно сильно нравитесь мужчине, он не сразу вас тянет в постель. То есть, он может как бы долго вокруг вас круги нарезать, чтобы не спугнуть, чтобы мнение о себе оставить хорошее. Понимаешь? Потому что интересно уже это ему, может быть, не потому, что там дашь, не дашь, а интересно вот прям вот что-то вот искра там у него, что-то теплое у него зашевелилось. Понимаешь? Не в штанах, а в сердце. Какое-то такое? Нет, ну я даже не жду, что там в штанах. Просто кажется слишком сдержанным. Такой вот. Вот он пишет сообщение, потом ты такая вот красивая, я не мог насмотреться, и вот комплименты. я у него спрашиваю в переписке, а почему ты мне вечно не сказал? Он говорит, что вот, а я вот смущаюсь. Видите, как красиво играет. Это странно ведь. Марин, ну видите, как красиво играет? Вот. Я просто мужчину этого не видел, он как сам внешне выглядит? Он вполне симпатичный такой молодой человек. Ну, вот так. А как в финансовом плане ощущения? Какие у вас? В финансовом, ну, мне кажется, у него чуть-чуть ниже достаток, чем у меня. Ну, сам по себе он вполне такой приятный, адекватный. Вот. Не факт. Иногда так, знаешь, даже ведут себя очень богатые люди. Ну, просто играют. И даже куча из сказок, когда переодевались на улицу в нищего, выходили, принцы на улицу, может быть, читали эти сказки в детстве. Вот для того, чтобы таким образом жизнь познавать. Но я бы со счетов бы не списывал этого мужчину, попробовал бы дальше повстречаться. Поиграйте, вам это интересно, или вам срочно секс нужен? Нет, конечно, нет, наоборот. Наоборот. Наоборот, ни с чем более. Все, что-то дорастает. Спасибо большое, что позвонили. Да. Я вас очень люблю, всегда смотрю. Хорошо. До свидания. Спасибо, казашка. Ты, походу, полу-русская, полу-казашка, да? Нет, я вообще не казашка. А что глаза узкие? В казахстане долго живешь? Нет, не русские, неправда. Ой, не узкие, не русские у меня глаза, я европейка. Европейка, да? Ну, что-то есть там у тебя. Интересно. Я не знаю, как вам это видно. Мандалевитные глаза. Просто сейчас... Щуришься. А, нет, вообще нормальные глаза. Вообще нормальные, да. Вы просто плохо видите. Потому что у меня темно, у нас ночь уже. Ну, Удачно вам. До свидания. Все хорошо. На связь звонить, когда другого жениха найдете. Потому что вполне возможно, да, вы с ним, скорее всего... Вот. Но не будем заглядывать в будущее, посмотрим. Жизнь покажет. Марин, позвоните мне, потом сообщите, как там четвертое, пятое свидание прошло. Давайте еще кому-нибудь позвоним. Вот. Пишут, Марина, что вы метиска. Так, давайте еще кому-нибудь звякнем. Да. Суббота. Хороший день. Запись ровно в сутки сохраняется. Можете пересмотреть. Много полезных информаций. Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже к вам попадала. Ага. Мы с вами общались, но мы закончили беседу. Меня зовут Наталья, мне 39 лет, живу в городе Петрозаводске. Так, неожиданно позвонили, я просто пушу вам больше, а сейчас быстренько запьем. Пожалуйста, да. В принципе, да. Очень приятно вообще смотреть вас, вы намного помогаете, вот, и даже прошла курс по шапке бесплатно, 15 минут, который был. Настолько все понятно, настолько все вообще, ну, великолепно. Спасибо, что вы есть. Буквально месяц с вами как общаюсь. Вот, у меня такой вопрос. Вас Марина зовут, правильно? У меня был. А, Наталья. Простите, да. Да, мы с вами как-то общались, что у меня был такой вопрос, что говорить или не говорить мужчине, что у меня не очень хорошее заболевание, и у нас в тот раз с вами такой счастье, потому что у вас теперь нет, он чувствует. Вот, у меня такой вопрос, я была 15 лет замужем, первый и второй раз. Первый раз официально, а потом получается гражданским браком три года. Купила квартиру, да, и сейчас, ну, такая ситуация, что два раза было, я жила на чужой территории. Сейчас у меня своя квартира, и уже, в принципе, четыре года я почему-то не могу никого к себе подпустить в свою квартиру. То есть, вроде бы у меня много ухаживает за мной, но ухаживает, то ли у меня же возраст, и я, получается, общаюсь с мужчинами, они остаются друзьями мне. То есть, то ли мне неинтересно, то есть, я хочу создать семью, но как-то я сообщаюсь с мужчиной, и потом понимаю, что это не мой мужчина. Я не знаю, что со мной не так. Давайте подождите, подождите, вам тоже сложно стимулировать вопрос, дайте я вам сначала попробую, потому что, видите, девчонки, вы с трудом вопрос сформируете, поэтому у вас и часто проблемки бывают, потому что, сами, непонятно, куда вы рулите, куда вы едете. Короче, смотрите, если вы хотите в дом пускать мужчину, то, скорее всего, это мужчина будет примерно не выше вашего социального уровня, правильно? у которого, а может быть, даже и ниже. Вот, но тогда вы должны понимать, что такого мужчину вы будете принимать. Вот он раз пришел, вы его покормили, два пришел, покормили. Может быть, даже он будет какие-то вам там деньги давать, как-то там, быт совместно отделить. То есть, с таким человеком можно жить нормально, живут многие, миллионы живут женщины с такими людьми. Конечно, вам не все будет нравиться, но, скажем так, выбирая мужчину, надо выбирать мужчину еще адекватно своему рейтингу. Я сейчас не лично вам говорю, Наталья, я говорю всем девушкам, понимаете? Потому что мы при всех говорим, ну, здесь уже скоро полторы тысячи будет. Вот, да еще просмотров наберутся, тысяч десять. Вот, поэтому, вот смотрите, я просто пример говорю. К примеру, когда вы примерно ровесники, ну, в юном возрасте, там, в 20 лет, то рейтинг у вас примерно одинаковый. Даже, скорее всего, рейтинг девушки гораздо выше. Согласны? Рейтинг девушки, там, в 21 год очень высокий, а рейтинг парня, он молодой, красивый, кубики на животе. У меня не было такого, извините, у меня муж первый был на 15 лет старше. Наталья, я сейчас на этом примере объясню, я как бы подвожусь к вашей мысли. Вот смотри, рейтинг девушки, а у парень молодой 21 год и девушке 21 год, рейтинг девушки выше, хотя, может быть, и тот, и тот не зарабатывает. Почему? Потому что она молодая, потому что 21, ей просто запредельный рейтинг, ей все прощается, все, что до 21 года, ей практически все прощается. С нее потом жизнь спросят. И потом со временем песок течет, песочные часы. Мужчина определяется, начинает зарабатывать, начинает расти, начинает покупать квартиры, машины, а если женщина покупает квартиры, машины, это на ее рейтинг особо сильно не влияет. Представляете? Это по поводу вашей квартиры. А потом смотришь, уже 30, и рейтинг уже где-то здесь, в среднем. Без обид, девчонки. А парень-то в 30 лет, блин, с квартирой, с машиной, и ваш рейтинг, на самом деле, не сравнялся. Если вам 30 лет, и ему 30 лет, и у вас квартира, машина, и у него квартира, машина, то, в принципе, его рейтинг уже, может быть, даже выше, чем ваш. А в 40 лет у вас квартира, машина, и у него квартира, машина, ваш рейтинг будет здесь, а его рейтинг будет здесь. Почему его рейтинг будет здесь? Потому что женщин в этом возрасте очень много, которые готовы выйти замуж. Понимаете? То есть они перезрели, переждали, и поэтому они сами этого мужчину поднимают, ликвидность ему больше увеличивают. И с годами вот что происходит. Поэтому даже есть такая пословица, что мужчина, как дорогой коньяк, чем дольше не открывает коньяк, стоит эта бутылка, тем дороже она стоит. Вот. Есть такая теория. Желательно, что делать? Желательно постоянно вкладывать свой рейтинг, чтобы хотя бы как минимум затормозить его падение, а как максимум еще его увеличить. Рейтинг физический, интеллектуальный, духовный, эмоциональный, энергетический. Это теория. Теперь давайте ближе к вам. Вы зачем свою квартиру хотите мужчину приводить? Я не собираюсь. Нет, ситуация чуть другая. У меня получилось где-то, наверное, как стопор, потому что первый раз я осталась без квартиры с ребенком, второй раз я осталась опять на улице. Ну, я уходила от мужчин. И мне просто не пришлось. То есть, я жила 15 лет в браке, я думала, вкладывала деньги, да, я осталась на улице с ребенком. Ну, это очень много женщин так получается. Вот. Человек был на 15 лет старше. Ну, как бы, кажется, уже за мужчиной, да, то есть, вот. я не собираюсь не приводить никакого мужчину. Я просто понять не могу, все ли со мной в порядке. Потому что ко мне все подходят мальчики 30, 33 год, Мне вот уже мой возраст даже подходит, но мне неинтересно. Я не знаю. Что-то, может, как-то меня перещелкнуло после того, когда я долго в браке была взрослым мужчиной. Я не знаю. То есть, у меня почему-то я никого не обижаю. Я со всеми очень хорошо общаюсь. Вас это напрягает, судя по тому, что вы, как вы спрашиваете, вас это вообще не напрягает. Что с вами общается мужчина моложе вас. Мальчик, как вы говорите, 30 лет. У меня нет, это не напрягает. Мальчик. Нормально мальчик. Мужчина 30 с лишним лет. Ну, в чем проблема-то? Я проблем не вижу. Был бы я женщиной. Лучше извините, я уж так, знаете, в 39 лет женщиной. Звали бы меня Наташей. Я бы такой раз, ко мне мужчина подходит 30 лет. Я бы, наверное, сказал, ну, клево. Это, наверное, льстит самолюбию. Хотя вы должны реально понимать, что, ну, как бы, это не мальчики. Если бы вам подходили 23-летние пацаны, вот, то тогда бы это были мальчики. Потому что иногда вот эти 23-летние, там, может быть, даже моложе, вот, ну, до 25, скажем так, они ищут опыт, чтобы вы их чему-то научили в сексе особенно, вот, показали, как бы, что нужно, да, чтобы он потом мог найти себе девушку и ее чему-то научить, уже такую, как бы, помоложе, простите. Вот такая стратегия у некоторых мужчин бывает. Ну, у 30-летних такой стратегии нет, они уже все умеют. Ну, а дети, они захотят, ну, то есть 30-летние, да, они, естественно, нужны детей. Я уже, как бы, то, что мы с вами обсуждали, не хочу это сейчас поднимать, да, у меня вот после тяжелой болезни, как год, я только вот восстановилась, да, то есть я понимаю, что детей я, ну, не готова. Вот. И, и опять же, вот такая ситуация, я сейчас восстановилась за год, вот, вот, этой болезни, да, но я, как только начинаю говорить, даже когда общаюсь, да, они меня начинают жалеть, меня это очень, ну, не очень, то есть мне, они, они помогают мне все, но я понимаю, что они ко мне жалеют, и отношения до этого, когда они не знают про мою болезнь, а сейчас, когда они узнают, они другое, у них совсем другие отношения ко мне, ну, это не жалеет, я не знаю, они ко мне очень хорошо... Наталья, вы вопрос сформулируете, я уже поговорил для того, чтобы помочь вам сформулировать вопрос, вы же не формулируете вопрос, вы просто со мной разговариваете. Я, смотрите, вот, получается, что, что хочется создать семью, но сейчас, вот, да, мы как говорили, вот 30-летний мужчина только, да, так, стоп, стоп, подходит, общает. Вот смотрите, давайте я вам буду помогать, хочется создать семью, точка, давайте вот точку поставьте, не надо дальше ничего говорить. Какая в жопу семья, если вы больше рожать не хотите? Ну, блин, ну, хочется же рядом мужчину, правильно? Я же не буду прыгать по постели, я хочу постоянно мужчину, который... Для этого не обязательно создавать семью. были мужчины. Ну, я хочу, что у меня дальше есть цель, которая, я хочу, бизнес, чтобы мне помогал. это также болезненная у головы, у многих девушек. То есть, она чего-то хочет, то есть, она хочет, называет это семьей, то, что она сама не хочет. То есть, я серьезно говорю, вы сами не хотите того, чего хотите. Вы только хотите часть семьи, но так не бывает. Вы хотите часть семьи, чтобы был постоянный мужчина, правильно? Но детей ему рожать не хотите. Ну, вот вы бы, допустим, я бы решил бы, например, найти себе семью. Я просто себя ставлю на место мужчину. Сказал, давай детей заведем. Скажешь, я не хочу, у меня там вопросы со здоровьем, как бы. Я не могу. Я сказал, ну, ладно. Я не могу. Ну, тогда измени. Все. Так вот так, Все. И что делать? Наслаждайтесь, развлекайтесь. что делать-то? Все, у вас? Так у меня есть ребенок. Я про это говорю. Если бы у вас не было ребенка, я вам другое бы посоветовала. Вот, смотрите, наслаждайтесь жизнью, развлекайтесь, и не нужна вам никакая семья. Ну, а как же постоянно мужчина? Я же не могу прыгать постоянно по постели. Прыгайте по постели с одним и тем же мужчиной. Найдите себе мужика постарше, у которого уже песок начинает из жопы сыпаться чуть-чуть. Ну, так чуть-чуть. Я таким желанием хочу. Или у которого детей много, и который не хочет, может быть, помоложе, но у которого детей много, и который не хочет, это самое, больше детей заводить. И живите с ним. Есть куча, вот, перед, в прошлый раз, здесь в инстаграме, девушка про своего мужа рассказывала. У него один ребенок, 14 лет, он больше детей не хочет. И все. Ну, вот вы же видели, ему 49 лет. Ну, на 10 лет старше вас. Или там, на 9 ему еще. 47, что ли, лет, не помню. Что-то такое. Вот, ну, как-то так. Понимаете? То есть, проблема не во мне, то, что я не могу создать семью. Ну, вы себе задачу ставите неправильно. Хочу, вы, посмотрите, хочу взлететь, но прыгаю вниз. Специально вниз прыгаю, головой. Ну, как-то, если вы хотите взлететь, хотя бы, хотя бы руками, вот так вот делайте, чтобы, ну, как на птицу быть похожа. Вы понимаете, вы вот целеустремленный мужчина, правильно? Вот вы что хотите, вы всегда, ну, вот не то, что ставите цель, да, я, в принципе, по жизни так же. А здесь я понимаю, это неправильно, я знаю. Ну, вот, и здесь я уже села, я такая понять не могу, почему ко мне только 30-летние подходят. Я понимаю головой, что, им нужна семья, то есть дети, все остальное, но в то же время ищут себе какие-то проблемы. Ну, почему так происходит? что к вам подходят молодые мужчины, это другой вопрос. Это другой вопрос. Наверное, именно поэтому у вас и ощущение, что, значит, беспорядочные половые связи, это единственное, ваше будущее. А я вам объясняю, как здесь подписчики, говорят, что, одной жить? Да нет, куча мужиков есть, которые больше не хотят детей, куча. Найдите такого, живите с ним вместе. И у вас будет такая полусемья. У нас такой маленький. город, что вы просто уже все друг друга знают. Слава богу, не все спали с другим. Но все друг друга знают. Особенно, я вообще очень много в городе... Это третий вопрос. Выезжайте в другой город, в более большой. У вас какой город? Можно назвать город? Петрозаводск, Карелия. Это, получается, столица Карелия. Вы не были у нас в Кижаке? Ну, смотрите. Мужчину можно найти из другого города. Это не запрещается. Да, я знаю. Я же на Санкт-Петербургах общаюсь. Понятно? Объясняю. Я хочу, чтобы вы, все подписчицы, поняли. Не ставьте себе тех задач, которые вы сами не хотите, чтобы они исполнились. Ну, просто адекватно надо воспринимать реальность. Если вы говорите, я семью хочу, ну, хорошо, что в твоем понимании себя? Ну, чтобы мужчина был, чтобы дети были, а детей я больше не могу делать. Ну, хорошо. Не делай детей, но тогда у тебя будет иная форма семьи. Понимаешь? То есть, грубо говоря, если ты не китаец, не сужай глаза искусственно, все равно лицо-то русское, понимаешь? То есть, будь сам собой, и мир вокруг тебя будет нормально помогать тебе осуществлять твои желания. Видишь, ты довольный в целом, неплохо себя чувствуешь. Притягиваешь молодых мужчин, значит, энергетика у тебя есть. Вот, позитивная. Значит, все нормально, Наталья? Окей? Да, все с меня, те, кто со мной общается все время, если ты такая позитивная, от меня прям позитивом, все прям вот питаются. Особенно вот в больших городах, когда я стала с мужчинами общаться, они очень обеспечены, все, и они, и как бы мы общаемся, и они приезжают, и мы приезжаем пообщаться с тобой. Молодец, Наташа, мне нужно идти дальше, давай, чтобы не с одной подписчиками общаться, чем больше, количество я пообщаюсь, тем лучше. Спасибо. Спасибо. Нажимай на крестик. Я думаю, подписчики, вы выводы делаете, да, для себя тоже, вот, а не просто пишите что-то там, да? Без детей не семья. Вопрос. Семья даже, семья. Семья. Я думаю, что это, знаете, откуда пошло? Семья. То есть, я, три надо мной, отец, дед и прадед, и три подо мной. Вот раньше просто рожали, так, детей, ну, в юные годы. Поэтому получалась такая большая семья. Семья. Семь колен. Вот, сейчас три колена только можно увидеть. Иногда прадедушка своего можно увидеть, четвертое колено. Вот, а раньше видели семь колен. Отсюда пошло семья. Понятно, да? То есть, вы в центре, потом над вами ваши предки, три живых предка, ну, или вы там в самом начале, а над вами ваш отец, там, и дальше, дальше, там, ваш дед, ваш прадед, ваш пра-пра-пра, и так, чик-чик-чик. Раньше-то рожали уже, господи, там, 16 лет уже дети были, появлялись первые. Так, кто-то присоединился к эфиру, но почему-то я вас не вижу. Шуршание какое-то есть. Все, эфир вылетел. Вот, будем звонить другому человеку. Бывает, что у вас плохой, просто, интернет, плохая связь, поэтому, следующее, как говорится. Смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Позитива очень много. Я просто, знаете, лет, лет 10 назад, как за вами, наблюдаю, и я просто очень-очень-очень рада, что вы мне позвонили. Если честно, сегодня я в первый раз написала мне, потому что до этого я как-то не рисковала, думаю, как-то неудобно. А я прям кусаюсь, да? Страшно очень. В эфире прям. Нет, мне просто как-то неудобно было, это, ну, в общее обозрение, я как-то не привыкла к таким вещам. Ну, понятно. Вот, и вот честно, я просто, так сказать, ну, я вот понимаю, я не всех слушаю, не ко всем прислушиваюсь, я всегда думаю, я и так знаю, но к вам я прислушиваюсь. Я понимаю, что вы знаете, вы не просто психолог, да? Вы всесторонне развитые, вот честно, это вот, я вот каждый день уже с вами, все. Я покупаю все ваши тренинги, жду с нетерпением, и очень много я понимаю, что я делаю правильно. Спасибо вам большое, в любом случае. Вот, спасибо. Вас как зовут? Меня зовут Кристина, мне 20 лет, я в разводе, ну, как бы я ушла. Уже за 20 лет успела развестись? 29. А, 29. Да, ну, как бы, ну, не будем об этом, обо всем, как бы, в общем, у меня все отлично, я это тоже все понимаю, я знаю, что будет все хорошо. Просто, знаете, один момент, как бы бывший муж, он всегда как бы рядом, он пытается помочь, якобы, но по факту ничего, ну, вот честно, ничего, он как бы понимает, что я со всем справляюсь. Мой вопрос, как сделать так, чтобы человек хоть как-то помогал, не словами, да, а вот какими-то действиями. Я просто так волнуюсь, как бы... Бывший, Кристина, а вы откуда? Я с Каспийска, ну, как бы Ставропольский край, но сейчас мы в Каспийске. Ни разу не был в Каспийске. Прекрасный город, летом приезжайте. Да, наверное, все-таки это на Каспийском море. Ну, на Каспийском море был. Да, я прям все домашний. В страны Казахстана обычно. Хорошо, смотрите, несколько вещей. Можно по поводу себя два слова? Я, наверное, больше не психолог, а больше предприниматель. Я как с армии пришел, стал бизнесом, заниматься, мультимиллионером стал достаточно быстро, потом разорился еще раз, еще раз. Вот, наверное, у меня просто жизнь много большая. Вот, значит, теперь по поводу вас. А зачем вам надо что-то с бывшим, что-то с прошлым делать, Кристина? Ну, просто, знаете как, он приходит. У вас дети вообще есть? Да, двое детей, в том-то и дело. А так, конечно, нет, как бы от сердца все уже давно, как бы, я давно отрезала, я понимаю, что мириться я не собираюсь. Просто один момент, что, просто хочется, что как отец детей, он как-то для них что-то делал. Он говорит на словах, но по факту абсолютно ничего. Я и не требую, он просто знает, что я буду с этим справляться так и так. Но это же неправильно с одной стороны. Но если ты отец, ты хоть что-то делаешь. Значит, давайте быстренько попытаюсь объяснить. Мужчина начинает активизироваться, когда вы его вдохновляете. Вот прям так все просто идет. Вот прям берем вилку, запихиваем ее в розетку, и энергия пошла. Мужчина, прям похоже, это вилка. Похоже? Да. Такой один штекер. Вот. И он, короче, и у вас тоже одна... Ладно, сейчас чем-то скажу, не так девушки поймут. Короче, вы поняли, да? Он вилка и энергия пошла через провод. Вот. Вот поэтому я и говорю, нужен высокий энергетический рейтинг. Когда мужчина получает от вас энергию. А теперь давайте разберемся. Чем больше вы даете энергии, тем больше, тем легче мужчине осуществлять его желание. Я не мистик никакой. Просто рядом с женщиной, которая заряжает мужчину тестостероном, а тестостерон она ему не просто дает, как там стакан воды на. Вот. Нет. Она просто бодрит его так, что у него вырабатывается тестостерон. А бодрить можно через определенные участки мозга. У каждого мужчины своя эрогенная зона. Ну, примерно эта эрогенная зона называется его эго. она находится в одном и том же месте, там где-то в голове, эрогенная зона. Если вы будете его бодрить, а не спрашивать, выкручивая руки, ему будет проще ради вас что-то делать. Вот вы ему как говорите? Вот, нет, смотрите, в принципе, я понимаю, что, чтобы я не попрошу, он это делает. Вот я же говорю, я вот слушаю вас, и я понимаю, что я очень много делаю правильно, но вот этот момент я не могу, наверное, вот, правильный мой вопрос, я не могу ему об этом сказать. Что сказать? Как бы, я могу слегка намекнуть, но я как бы не могу через себя переступить и сказать, чтобы он это делал. Вот как-то так. Ну, Кристина, видите, здесь все похоже с вашей жизнью. Вы меня 10 лет смотрите, и все никак не могли мне позвонить. Ну, то есть, решиться. Нет, на прямой эфир буквально неделю я бы хочу смотрела. Ну, я с примером говорю, то есть, если бы мы там чуть раньше бы начали более активно, возможно, ситуация бы изменилась. Вот, понимаете? Я хочу просто понять, как вы говорите, чтобы выяснить ошибку. Пока, ну, как бы, кое-что ясно, но нужна достаточно, другая еще информация. Что вы ему говорите вообще? Что вы ему говорите? Вот, допустим, вот он сейчас перед вами. Что бы вы ему сказали? Как бы вы его попросили? Как бы вы его подбодрили? Или так далее? Вот как вы обычно делаете? Скажите. Ну, как сказать? Ну, обычно, когда он приходит, я говорю, ну, как бы, да, ты мог бы не приходить, а как бы забрать детей, да, если ты скучаешь по ним. И он говорит, что он не только по детям соскучился и по мне соскучился. Я говорю, ну, а, он еще спрашивает, что купить? Я говорю, ну, как бы, ну, сам посмотри. И мы, как бы, я жду, что он принесет что-то, хотя бы фрукты, хотя у нас это всегда все есть. Ну, он, знаете, вот так понемножку что-то сделает, и все. Кристина, несмотря на то, что вы мне кучу комплиментов сделали вначале, я на вас... Я знаю, вы можете ругаться, да, вы ругаете, вы надо мне встряхнуть, я это понимаю. Смотрите, да, вот он говорит, что он соскучился и так далее, вот, вы же все равно имеете общих детей, вам все равно можно с ним хотя бы чуть-чуть флиртовать, даже для того, чтобы просто, ну, из-за уважения сделать человеку, я сейчас даже говорю просто человеку, приятно. Вот, потом смотрите, ну, это же какой оборот речи, он пришел все-таки взять детей, что-то хочет сделать хорошее, а вы ему говорите, что пришел? Человек приходит сделать что-то хорошее. Просто если я ему немножко... Если, если я сейчас тебе скажу, ты что пришла сюда в прямой эфир, а? Приятно? Но я на вас не обижусь, потому что я знаю, в каких целях вы это делаете. Я понимаю. А ему я не могу чуть-чуть даже флиртовать, потому что он это сразу начинает воспринимать как сигнал того, что я... Я понял. Значит, перенаправляй его энергию. Вот смотри, как хорошо, что ты пришел. Какой ты красавчик, ну, проще говоря. Как здорово, что ты заботишься о детях. То есть, чем больше вы ему будете говорить эти вещи, тем больше он захочет этому соответствовать. Он хочет, он говорит. Много мужиков на самом деле. Просто реально подонки. Они бросили, бросили, бросают детей и так далее, и так далее. Большое количество мужчин, есть нормальных мужчин, но все равно они ограничивают свое общение со своими детьми. А ты приходишь, забираешь их. Сколько детям лет? Девять и пять. Вот. Они выгоняют там их на улицу и так далее. Прямо из дома. А потом еще приводишь. И дети после тебя приходят довольные, счастливые, понимаешь? А духотворенные. Ты, несмотря на то, что у нас с тобой не срослись отношения, ты настоящий отец. вот таких мужиков бы побольше, как ты, понимаешь? Да, мы с тобой как бы упустили то, что было, и назад не вернешь, и категорически как бы здесь и не нужно, но дети не обязаны от этого пострадать. Правильно? Дети обязаны быть счастливыми. И мы каждый со своей стороны это делаем. И ты делаешь все правильно, и я стараюсь. И мне очень приятно, что ты принес апельсины. Мне очень приятно. Он говорит, что купить? Знаешь, я могу тебе дать список, но мне хочется, чтобы ты зашел в магазин и вот подумал, а что будут есть мои дети? Я ему это говорю, я это говорю, честно сказать. Я думаю, ну все, он понял. Ну, а в итоге там, знаете, вот понемножку всего. Хотя я ему говорю, вот, ну, да, вот что конкретно взять? Или же, ну, сам подумай, да, вот, я еще понимаю, что им нужно говорить, все по полочкам раскладывать. Но все равно, вот, и вот того, что вот вы говорите, что как бы с ним немножко пофлиртовать, ему немножко сказать, ну вот чуть-чуть мне стоит убавить мой тон, да, вот мой строгий тон с ним, он уже начинает немножко переходить границы, вот, да, как будто бы, просто было бы проще, если как-то, ну, можно было с вами как-то наедине как-то, да, поговорить, мне просто немножко по-другому вопрос. Ну, наедине я консультации не провожу, у меня все время в курсе. Я здесь просто свой рода консультирую сейчас и информацию даю на 10 тысяч человек, потому что прямой эфир потом еще просмотр набирает, 10 тысяч человек, а с каждой общаться это переписываться. Простите, я очень стараюсь, я создаю специальные курсы, программу, систему обучения, образовательные программы, вебинары, то есть каждый день, то есть я очень, правда, очень много работаю на ваш успех, мне нужно вот это все отдать, то, что есть для вас. Вот, раньше я проводил консультации ценник рос уже дорос до миллиона 200 за три консультации. Вот, каждая консультация где-то до 40 минут, ну, в среднем, вот считайте. Но я потом уже просто перестал брать эти деньги, потому что некоторые просто пытались последние деньги отдавать, мне это не нужно. Просто если бы была консультация, я бы купила, вот, честно, сколько бы она не стоила, потому что у меня не только, да, один вопрос, а три, но я их не хочу как бы в общий, потому что я знаю, что многим это неинтересно. на курсе секрета женского счастья онлайн-консультации, но с ВИПами, но там тоже есть девушки, ну, допустим, ВИПов там 50 человек, и там в Зуме у нас онлайн-консультация. И как бы не все попадают. Вот, но это уже как бы не такое публичное мероприятие, это уже на основании тренинга, который идет в онлайне, они тренинг проходят, задают вопросы, что, как, чего лучше делать, вот, что получается, что не получается, что можно сделать лучше, там 51 урок секрета женского счастья, тренинг такой, ну, огромный, онлайн, на два месяца рассчитан, но там, правда, по 15 минут уроки, в среднем, и плюс еще упражнения, ну, там, да, там девчонок я консультирую. Ну, я еще снимать. знаете, что, Кристина, я заметил, девушки хотят сразу, вот, волшебную таблетку, вот, чтобы я сказал, они вот прям проглотили эту таблетку, как слово. Если честно, смотрите, честно сказать, мне даже это не столько важно, вот, честно, мне просто хотелось с вами выйти на прямой эфир, вот, просто вас поблагодарить за то, что вы делаете, да, даже это не столько важный вопрос, да, в принципе, я и без него справа, даже, я просто рада вас видеть, и, как бы, хотела вам всегда сказать, что, честно, что, спасибо вам просто. Я понимаю, что иногда девушкам нужно просто поговорить с кем-то, и для меня большая честь. Не сколько с кем-то, а конкретно вам, вот, конкретно вам сказать, что, вот, честно, я вот повседневной жизни, замечаю, сколько моментов, да, вспоминая ваши слова, что вы были правы. И всем девочкам хочу сказать, как бы, покупайте, и вот эти все вебинары, тренинги, это только плюс, вот, честно. Поэтому. Просто я вам хотела сказать, что, как бы, мы просто в восторге от вас, и моей вестра, и моей подруги. вы завалили меня комплиментами, вы завалили меня комплиментами, а я хотел сказать, что девушкам иногда хочется поговорить, я это чувствую, понимая, поэтому я с вами разговариваю. Мне приятно, что вы задаете мне вопрос, я буду дальше стараться, делать еще больше приятного для вас. Хорошо? Спасибо большое, до свидания. Да, до свидания. Вот, на крестик нажимайте. До свидания вам, Кристина. Давайте еще кому-то позвоним. Не знаю, как начать. Так, чего начать? Напишите слово мне, и я вам позвоню. Здесь ответы я беру из инстаграма, точнее, вопросы, созваниваю с теми, кто из инстаграма. Угу. Вот, но те, кто вконтакте, меня тоже видят. Вконтакте просто тролли больше. Такое ощущение, что там вот прям рассадник этих троллей. Уже кому-то дозваниваюсь. Да, дозвон, дозвон есть, но сброс бывает такое. дозвон есть, но сброс. Павел, здравствуйте. Слышно хорошо? Да, здравствуйте. Тоже, как все, конечно же, удивлена, что дозвонилась, и я сразу буду формулировать свой вопрос четко. В общем, более пяти лет с молодым человеком в отношениях, и сначала все было хорошо, я была счастлива, и у нас, ну, все шло в гору, было круто. Потом, через некоторое время, я немножко разочаровалась, поняла, что не происходит никаких изменений, и стала такой злой, завидовать, что вот он маме время посвящает больше, чем мне, и там с ней ездит больше, и в итоге стала такая вот очень злая, и сейчас, вот я думаю, как мне можно исправить отношения, чтобы вернуть то, что было, и снова быть счастливыми, и двигаться дальше. Такой вот вопрос. Так-так-так, подождите. Вы пять лет встречаетесь с мужчиной, правильно? Да. И у вас отношения пока неопределенные. Неопределенные. И вы хотите за него замуж. Ну, вообще, я его люблю, и хотела бы, да, выйти замуж. Так вот, так задумались. А задумались почему? Я задумалась на тему того, что очень, ну, у нас было яркое начало, мы друг друга очень хорошо знаем, я думаю, что просто, ну, моя ошибка была в том, что я как реагировала на какие-то моменты, и поэтому я сама испортила, но я не думаю, что мы там могли бы друг другу не подходить. Так-так-так, что-то вы намешали. В итоге, смотрите, с самого начала эфира сегодня, прям тренд какой-то. я пытаюсь всем девушкам помочь формулировать вопрос, на который я буду отвечать. Вот. Судя по тому, когда вы задумываетесь, я смотрю вашу реакцию, и она меня уже начинает беспокоить. И я ответ так и не получил на то, что вы сказали. Понимаете? Хорошо. Сначала представьтесь, как вас зовут? Да, меня зовут Кристина, я из Санкт-Петербурга. Очень хорошо, Кристина. Пять лет в отношениях. Что вас не устраивает в этих отношениях? Давайте разделим по кусочкам. Сначала меня устраивало всё, потом я поняла, что осознала за то, что последние три года не произошло каких-то вещей, которые должны были наши отношения вывести на новый уровень. И меня это начало расстраивать, огорчать. И я стала обращать внимание на какие-то вещи, кому там больше внимания уходит, чем мне. И стала злиться из-за этого на всех людей вокруг, с которыми он как-то взаимодействует. И в итоге это ухудшило отношения. Включая, он там на маму внимание обращает. Хорошо. А что вы за эти три года, ну, в то время, когда ждали от него отношений, сделали для него больше? Наверное, применяла мамин стереотип, что чтобы быть хорошей и завидной женой, нужно классно вести хозяйство. Это была моя ошибка, потому что я отключилась от бизнеса, я тоже предприниматель, и стало больше, там, нужно же готовить, нужно же там как-то вот всё, чтобы было чисто. И вообще, ну, никак не хвалила, не поддерживала, ну, наоборот, там, какое-то провёл мероприятие, я, наоборот, говорила, что что-то там было плохо, хотя понимала, что этого не нужно делать. и вот настолько мне затмило в эти эмоции вообще всё, что я вообще, по сути, ничего в него не вкладывала, ну, эмоционально. Купила ваш курс, надеюсь, что всё будет классно. Будет классно. Будет очень классно. Смотрите, часто вы делаете то, что не нужно мужчинам. Ну, мужчины, они тоже в разном возрасте, они разные вещи хотят. Вот, когда пацаны молодые, они хотят как-то там самовыражаться, ну, реально в жизни их, грубо говоря, никто всерьёз не воспринимает, поэтому, как правило, они только для троллей в Инстаграме или там ВКонтакте годятся. Вот, а мужчин уже постарше, им некогда заниматься фигнёй, они занимаются серьёзными делами. Вот, понимаете, да? Вот, вам сколько лет, простите? Мне в этом году 25, а ему 34 сейчас. Тоже безусловно. Ага, ну, то есть, почти 10 лет у вас разница, да? Да. И, в общем-то, ему пора уже определяться. Ну, вообще, да, но он сейчас как-то, как сказать, он был активным предпринимателем, сейчас он живёт на пассивный доход, и он, ну, никак не развивается, ну, уже, как сказать, не движется. Смотрите, а у вас нет такого ощущения, что он перестал развиваться, пока с вами стал общаться? Когда с вами стал общаться? Подсел? Я думала об этом, я думала об этом, но, получается, до наших отношений он уже там какие-то развлекательные такие вещи там, ну, знаете, там, когда мужчины любят в компе залипать, и я этого не знала, и потом, когда мы начали чаще видеться, я поняла, что он там не совсем активен уже, и это было, ну, не совсем правда, то, что я видела и представляла. Но я думаю, что, да, скорее всего, ещё я усугубила, затянула в дом, так сказать. Смотри, нужно на мужчину оказывать эффект разорвавшейся бомбы. Вот у меня здесь бутылка газированной воды, ну, обычная боржоми. Видно вам? Ну, видно. Ну, не суть. Газированная вода боржоми, минеральная. Вот она стоит, и вот смотри, я открываю, чувствуешь, ни звука, ничего. Сколыхнул, чуть-чуть газики пошли. Что я хочу от вас добиться, милые девушки? Смотрите. Вот что вы делали с мужчиной. Понятно? Почему энергии нет? Потому что вы вот это не делаете. Вот как должно. Слушай. Слышала? Да. Слышала? Вот что надо от него делать. Вот как надо. Вот как надо с ним. Понимаешь? Чтобы пузыри шли. Видно? Аж мутно. Понимаешь? От пузырей. Вот такой эффект надо оказывать на мужчину в процессе влияния. А ты, как ты правильно заметила, хорошая хозяйка, нежная, ласкала. Да. Успокаивала. Как старого пердуна. В 30 с небольшим лет. Понимаешь? Кушать ему, готовила, все хорошо было. Да не бодрит этот мужчина, а только расслабляет. Чувствуете разницу? Взбодрить и расслабить. Это две кардинально разных вещи. И, соответственно, в зависимости от этого, ну, вы получаете такой результат. Когда вы бодрите мужчину, смотрю, я только что говорил другой девушке, Кристине, тоже. Вот с розеткой, например, понимаешь? Вот мужчина, он приходит домой, ему надо куда-то розетку воткнуть свою, тогда энергия пойдет. А пока мы же, как живем, на своей внутренней энергии, она же тоже у каждого человека есть. И у некоторых мужчин очень высокий потенциал своей собственной внутренней энергии. Они могут мобилизироваться и там раз, достигать своей цели, их не надо вдохновлять и так далее. Но даже таких мужчинам иногда требуется вдохновение все равно. Они просто этого не осознают. Потому что, смотри, ну, это как все равно, что ветер в попутную спину. Поэтому ваша задача научиться вдохновлять, научиться мотивировать. И тогда вы станете ему полезной. Потому что, грубо говоря, стирать, убирать, готовить может любая домработница за 50 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Ну, или за 60. Там плюс-минус, я просто не знаю, какие у вас там цены. Вот. Ну, примерно, я думаю, московский чуть подешевле, может, тысяч на 5, на 10 процентов. Вот. Понимаете? Вот и все. И тогда все будет хорошо. Тогда вы не будете обращать внимания. Вы будете чувствовать, что вы влияете на эти отношения. Они идут вверх, развиваются. Когда вы будете давать энергию. Энергию вы можете давать, когда у вас у самой будет энергия. А для этого вы должны, и я, себе тоже успевать думать. Мы будем заниматься энергетическими практиками. Вы тоже будете, как бы, ну, не знаю, там, ходить в этот, контрастный душ. Это тоже, там, высыпаться. Это тоже, короче, вам дает, значит, много энергии. Это когда вы занимаетесь любимым делом, это вам тоже дает энергии. Понимаете? Когда вы делаете женские дела, это тоже дает энергии. То есть, вот, все, что вам дает энергии, вы в себя вкладываете, иначе вы отдать ничего не сможете. Обязательно полезно танцевать, также полезно петь. Ну, кто петь не умеет, возьмите несколько уроков вокала. Ну, то есть, делаете что-то, цветочком, цветочки выращиваете. То есть, какие-то женские штучки обязательно надо делать. Тогда у вас будет энергия для того, чтобы отдавать мужчине что-то мужское. Так же, как мужчина, когда он, допустим, смотрит футбол или что-нибудь такое, у него поднимается тестостерон. К сожалению, некоторые мужики пивом потом этот тестостерон заливают, он снижается. А если его посмотрел, там, допустим, соревнования какие-то, и потом общаться с женщиной, многие мужчины неосознанно не понимают, что это лучше, чем всякая Виагра работает. Представляете? То есть, соревнования для мужчины это самый лучший способ, самый лучший способ дать себе пинок под зад. То есть, кому-то бросить вызов, с кем-то соревноваться. Поэтому ваша задача иногда подталкивать мужчину на соревнования, что он может больше. А лидеры настоящие соревнуются сами с собой. Вот это вот, вы как психолог глубокий, как любая женщина, но хороший психолог, потому что обладает большой психологической гибкостью. Вот. Может сделать так, чтобы мужчина сам с собой соревновался. Он тогда будет соревноваться всю жизнь. Всю жизнь будет бежать вперед. И нравится. И потом показывает, смотри, дорогая, видишь, видишь, что я смог? Вы восхищаетесь, а потом ставите следующую задачу. восхищаетесь, благодарите, следующая задача. Восхищаетесь, благодарите, следующая задача. Мы очень хочется, чтобы ваши отношения развивались, поэтому я вам это и говорю. Ну, как бы, не только ваши, но вот ваши, вот прям именно ваши тоже. У вас там куча сердечек вокруг вас, я смотрю, девочки вам ставят. Я поняла. И можно такой момент прояснить, когда я пыталась как-то что-то вдохновить или намекнуть на какие-то свои желания и так далее, звучала такая фраза, не нужно меня вдохновлять, мотивировать, я там не как все эти мужики, которые там, им семьи нужны и так далее, вот там это промоцируют, и это как бы так должно быть. Я хочу сам ощутить, что мне там это нужно, а если ты чего-то хочешь, ну, как бы, пожалуйста, можно идти и добиться. Сама идти и добивайся. Когда мужчина говорит таким образом, когда жестко определяет свою позицию, границы свои, это я называю борзеет в отношениях. Почему борзеет? Потому что не учитывает ваши границы. Сейчас объясню. Свободы, знаете как, основа воспитания детского это определить границы свои собственные границы других людей. Потому что ваши границы заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. Согласны? Это основа воспитания. Сейчас я вам нарисую, не уходите далеко. Сейчас я нарисую прямо вам один какой-нибудь фрагмент на эту тему, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Сейчас листочек взял специально. Вот смотрите. Условно говоря, это вы, такая вот, это ваши границы. Видно? Да. Видно? А рядом он, и это его граница. Когда вы живете вместе, хотите вы или не хотите, можете ему нарисовать это, вы все равно будете где-то пересекаться. Видно? Вот здесь вы пересекаетесь. Но что произошло в отношениях, когда мужчина так говорит? Он совершенно не уважает ваши границы. У вас есть общее. Вот это общее. Что происходит? Вот у него есть его граница, я хочу жить так, как я хочу. И отстань от меня. Вот он свои границы жестко определил. Видно? А ваша граница осталась меньше. Что делать? Отстаивать свои. Тогда у вас будет что-то общее. Смотрите. Пока здесь видно на картинках. Когда вы начинаете отстаивать свои границы, определять их, а для этого надо уметь отстаивать свои границы, смотри, что происходит. У вас опять что-то общее. Потому что ровно столько, сколько он вкладывает в отстаивание своих границ, ровно столько должны вкладывать вы. Но здесь очень тонкая вещь. Главное, чтобы вы не делали это по-мужски, по-жесткому, как он это сказал. Понимаешь? Это можно делать по-женски. Для этого существуют различные технологии. Ну, допустим, такая, как КПК-технологии. Помните? Я понимаю, что вы мой прямой эфир не первый раз смотрите. И таких технологий много. И мужчине против этих технологий сложно что-то придумать. Понимаешь? Вот это как бы, то есть, должна быть элемент вашей эволюции. Эволюции, понимаете, в разговоре я имею в виду. Вот он круг очертил вокруг себя один. Не подходил к мою песочницу. Не писай ему о горшок. И вы еще один круг очертили ему. Понятно? Точнее, он здесь, а вы здесь вот такая красивая. Красивые вы получились? То есть, это неплохо, когда вы научились и учитесь тоже отстаивать свои границы. Это даже хорошо. Вас за это уважают. А уважают вас за влияние. А когда он вас так легко отфутболивает, он вас не уважает. Потому что за то, что стирают, убирают, готовят, не уважают. Вот простой пример с собаками. очень часто в доме, когда большая собака живет, допустим, овчарка, то жена может, к примеру, кормить собаку, но хозяина признавать собаку будет не того человека, кто кормит, не он, а того человека, даже не кто гуляет или выгуливает, а того человека, кто воспитывает, кто влияет. Понятно? Смотри, часто семья бывает большая. Муж, жена и дети, допустим, взрослые, маленькие. Собака выберет того, кто влияет. Не тот, кто кормит, не тот, кто гуляет. Хотя, казалось бы, хочется писать, какать, она так любит гулять, в четырех стенах сидеть. Это для собаки тюрьма. Она рождена как-то вот на этом все. Вот. Понимаете? Поэтому вот здесь то же самое. Мы уважаем того, кто на нас влияет, а не кто стирает, убирает. И когда вы научитесь на нас влиять, тогда мы будем учитывать ваши границы. А может быть даже ваши границы будут больше, если ваше влияние будет особенно очень ярким. Понятно объяснил? Да. Да. Поэтому мы будем учиться, тем более, что вы на курсе. И значит, с вами все будет в порядке. Вот. Спасибо, Павел. Удачи вам. Спасибо большое. И вам тоже. До свидания. До свидания. Давайте еще кому-нибудь позвоним. Давайте еще кому-нибудь позвоним. Давайте. Вот. Ну, видите, девочки, какие вы психологи. Это самые самовлюбленные. Кто там? мужчины, мужчины, как собаки. Смотри, как у мужчин, так и у собак есть рефлексы. Вот. И если вы научитесь воздействовать, так же, как братья наши меньше по-разному, на наши мужские рефлексы, то проблемы у нас будет меньше. Серьезно. Я имею в виду у нас, у мужчин и женщин в отношениях. Так. Пашенька, привет. Привет. Я безумно рада, что мне позвонили. Я сколько раз просилась в этот прямой эфир. Так, во-первых, меня зовут Леночка. Я из города Чебоксары. Мне 23 года. Учусь на медицинском. И если здесь есть ваши подписчики мужского пола, ну и женщины тоже, девушки тоже, то вот заходите на меня, подписывайтесь, пишите мне в инстаграме. Я вас очень буду ждать. Ну, Леночка, вы даете. У меня так сердце просто бьется, у меня столько адреналина сейчас вырабатывается в моей крови, то, что вы мне позвонили, я безумно рада. Очень хорошо. А вопрос будет, Леночка? Да, да, да. У меня такое очень интересный вопрос. Я не знаю, будет ли такой вопрос считаться вообще нормальным для остальных девушек, но я его очень сильно хочу задать. Вот смотрите, у меня такая ситуация, у меня в основном-то проблем с мужчинами, в принципе, их и нет. то есть, ну, грубо говоря, я могу сменять там мужчин, как перчатки, да, у меня такое есть качество, но, одно но, когда я начинаю кого-нибудь знакомить со своими красивыми, безумно, безумно красивыми подружками, то вот почему-то иногда так происходит, что я вот очень часто начала замечать, они могут на них переключаться, про меня забывать, вот, а я не могу не делать вид, что не ревну, я хочу вот в себе подавить вот это качество, просто переступать через такие ситуации, и все, и в общем, вот, чтобы я не ревновала, чтобы я, ну, не подавала вот этой лишней отрицательной энергетики в сторону этих мужчин, когда они начинают обращать внимание не на меня, вот, у меня вот такая вот ситуация, такой вопрос. Хорошо, я сейчас попробую ответить таким образом, вот смотрите, я хочу, чтобы только на меня обращали внимание, да, это и любая девушка хочет, да, наверное, мужчине тоже нравится, когда на него обращают внимание, какой ты крутой, вообще там супер, да, приятно, вот, признание, это одно из самых, потому что это отвечает нашим биологическим инстинктам, вот здесь про собак я рассказывал, основной инстинкт, это инстинкт безопасности, и когда нам дают признание, это, по сути дела, подчеркивает нашу влиятельность, а влиятельность как раз и влияет в основном, в первую очередь, на безопасность, потому что чем больше мы умеем отстаивать свои границы, чем больше мы можем влиять, тем безопаснее мы себя ощущаем в обществе, согласны? То есть, допустим, вы как бы вся такая красивая, вам говорят комплименты, вы точно знаете, что он от вас не уйдет, все, безопасность, или точно знаете, что он не будет засматриваться на другую женщину, если он там вообще вам в рот смотрит, это тоже такая некая все связано с безопасностью, вот, ладно, Леночка, как вы себя назвали, я так же вас называю с вашего позволения, ну, смотрите, они почему перезападают на ваших подруг, потому что не успели до конца запасть на вас, вот и все, может быть, они, вы им нравитесь, но нравитесь только как бы на первоначальном этапе, смотрите, существует 4 этапа, ну, таких основных, каких больших, как 4 этажа, а там дальше лестничные пролеты между этажами, и еще и ступеньки есть, и так, первый этаж, это знакомство, здесь, как правило, ну, одно свидание, первое впечатление, 2 минуты, это очень коротенькая вещь, вот, и здесь, конечно, оценивается человеком много что, но, скорее всего, он оценивает своим собственным бессознательным, сейчас объясню пару слов, ну, допустим, если у него какая-то была блондинка, которая ему сделала плохо, то потом, каждый раз, когда он будет встречать блондинку, он будет смотреть на них подозрительно, понимаете? Есть такое. Ну, также это минус, но есть и плюс, вы, может быть, как раз брюнетка, и на вас будут смотреть, вау, какая вы хорошенькая, если какая-то брюнетка сделала что-то хорошенькое, вот, также необходимо научиться формировать красивые первые впечатления, потому что первые впечатления невозможно сформировать дважды, согласны? Конечно. Вот, второй этап, это выбор, когда вы выбираете друг друга, и вот здесь этап растянутый во времени, то есть, это вы флиртуете с мужчиной, вы показываете себя с лучшей стороны, по сути, делают презентации, это, как правило, там, ну, у кого-то чуть дольше, у кого-то чуть быстрее, это первые свидания, и здесь несколько первых свиданий, чем больше вы умеете отстаивать свои собственные границы, чем больше вы производите впечатление на мужчину, тем больше он на вас смотрит как на вау, эффект такой. Третий этап, когда он вас выбрал, и когда он вас выбрал, ну, вот выбрал, все, больше никого не хочу. Видите, они не дошли до третьего этапа, пока еще баловались, пока просто выбирали. Когда мужчина выбрал женщину, он, как правило, но на других женщин не смотрит, ну, ему они не интересны. То есть, просто у него рефлекс, прям вся биология, так природа запрограммировала, что его интересует только эта женщина. А четвертый этап, когда он ее выбирает навсегда, и здесь уже, уже, как говорится, не до рефлексов, это здесь уже духовные всякие вещи. Ну, вы просто на двух этапах, на первых. Если бы вы продолжали дальше встречаться, строить отношения, он бы никуда не убегал. ни к каким вашим подружкам. Какие они бы красивые бы не были. Понятно? Просто вы еще не построили отношения. А вам, соответственно, что вам порекомендовать можно? Научиться строить отношения. Судя по тому, что вы говорите, что у вас много там мужчин, ухажеров, ну, значит, как бы умеете вы первые два этапа проходить. То есть привлекать внимание. Вот вы позвонили сейчас в эфир, и были вся такая вау, вау, как меня Леночка зовут. Такая хорошенькая. То есть все, вы западать сразу в душу можете. А дальше? А дальше вот такое вот происходит. А вот а дальше этому надо учиться. Учиться развивать отношения, чтобы не было, как в Доме-2, методом научного тыка, кнутом, постоянно там и руганью строить эти отношения. Понимаете? У них прям стиль такой. Ну, это как бы ток-шоу, понятное дело. Я, наверное, вам ответил. Надо учиться строить отношения. Это можно научиться. Я этому тоже обучаю. Это не сложно. Не какая-то там серьезная наука, как, не знаю, физика. Это проще, чем физика до восьмого класса. А можно вот просто тогда вот этот момент, переждать, и тогда лучше, может быть, вообще тогда не знакомить пока ни с кем. Или это будет неправильно все-таки? Смотри. Ты отсрочишь свою смерть. Понимаешь? Почему? Я сейчас грубо говорю. Не в прямом смысле слова, а смерть своей любви. Потому что ты в него влюбишься, а он потом все равно увидит твою подружку, когда у тебя уже с ним, ты, ну, совсем на него западешь, да? Он все равно к ней сбежит. Строить отношения нужно научиться, понимаешь? Чтобы он получал удовольствие от общения с тобой. Понимаешь? Что такое отношения? То есть построить, грубо говоря, ну, отношения, это взаимоотношения, правильно сказать. Что ты делаешь, и что делает он. Как вы делаете это? А что вы делаете? Делаете приятные вещи друг для друга, учитывая, причем, границы обоих партнеров. И свои собственные, не растворяясь в его границах, естественно, и его тоже. Понятно объясняю? Ну, более-менее, да. Сейчас, Тебе нужно научиться влиять на него, и чтобы он думал о тебе. Для этого, смотри, фишка такая, чем больше у вас будет совместно пережитых моментов положительных, тем больше он в тебя влюбится, и тем меньше будет смотреть по сторонам. Создавайте, всем хочется сказать, милые девушки, создавайте со своими мужчинами эффект вау. То есть, совместно пережитые, яркие эмоции. Чем больше вы их будете переживать, тем лучше. Что такое яркая эмоция? Самая яркая эмоция, это процесс преодоления чего-то, после которого произошел эффект вау. Ну, что-то в первый раз вы когда сделали, что-то серьезное сделали, кого-то победили, как в кино, не помню, что-то это старое кино, мистер и мистер Смит, не смотрела? Смотрела, смотрела. Анжелина Джоли, там, они воевали, все было плохо, до этого у них был плохой секс, но как они победили врагов, у них секс стал замечательный, это правда так. То есть, нужно что-то серьезное сделать вместе, а не просто куролесить. Если просто развлекаться, ну, как бы, на развлечении любовь не построишь, вот с чем проблемка. Так, на развлечении любовь не построишь. На праздной жизни, на развлечении любовь не построишь. В пятизвездочном отеле можно убить любовь. То есть, нужно что-то делать, правда, вместе, вместе интересное. Вот тогда любовь можно построить, взрослую. Нужно вместе проходить через какие-то жизненные ситуации, действительно, через какие-то, даже, можно говоря, сложные препятствия. Нужны препятствия. Вот я помню, мне мой друг... Самой нужно что-то создавать. Да, их и так полно. Он карантин, он сейчас, кризис, с бизнесом проблемы, препятствий полно жизненных, их не надо создавать. Чем больше вы что-то будете пытаться делать, тем больше будет препятствий. Жизнь так устроена. Чем с большей скоростью ты бежишь вперед, тем больше, по сути дела, тебе вечный ветер в лицо. Это и есть препятствие. Вот. У меня был друг один, он, значит, в юности говорил, слушай, давай ты на меня нападешь, я вот буду с девушкой гулять в темном лицу. Вот. А я тебе морду набью. Ну, типа, чтобы девушку как бы защитить. Ну, мы с ним боевыми искусствами занимались в юности. Да. Вместе. И, короче, я говорю, ну, ладно, давай, что для друга не сделаешь. И вот, значит, я выхожу в темном периоде, девушка идет, я говорю, стоять, иди сюда, козел, сейчас нагнул, закурить не найдется, туда-сюда. Ну, гадости все наговорил. Вот. Он мне раз, раз, и по морде так, бам, бам, бьет, а я делаю вещи, что я не могу закрыться, мне так больно, думаю, сука, сейчас как тресну. А я так его был чуть-чуть посильнее. И потом я весь такой в синяках, вот что было, рад был сделать для друга все, что угодно, понимаешь? Даже подставиться под это. Я ему говорю, ну, как девушка? Вот. Он говорит, ну, вообще, короче, все, она там, ты мой герой, ты меня спас, там, и так далее. Я говорю, можно я тебе врежу? Он говорит, можно? Ну, так, знаешь, смехайте. Ну, потому что, как бы, он друг, вот. И я ему тоже как дал, я говорю, сука, ты мне больно делал. И потом мы обнялись. Вот. Ну, это мужское, понимаешь? Смотри. Здесь он сам, здесь он сам. История на самом деле не про это. История про то, что это мой друг. Я пережил, ой, мне было сложно, он мне бил по морде, он меня, ну, как бы, унизил при женщине, ну, даже и так далее. Но я его любил, как друг, понимаешь, друга. И он меня любил. Поэтому он мне разрешил креснуть ему по морде. Поэтому, я когда вспоминаю, ну, этот случай, я с теплом в сердце вспоминаю. И я думаю, что он тоже с теплом в сердце всегда вспоминает эти моменты, понимаешь? Когда мы встречались, мы все время смеялись. У нас был вот этот эффект вау. Понимаешь? Это как пример маленький, ну, детский такой, юношеский точнее. А что у вас будет совместно? Желательно что-то создать, что-то сделать хорошее, там, ну, или преодолеть? Я думаю, я объяснил. Да? Так, я буду еще думать, я буду что-то писать даже на бумагу, потому что я люблю анализировать и что-то переносить на бумагу. Так я лучше начинаю собрать. Да-да-да. Но я вас поняла, нужно все равно, если этих ситуаций все равно не будет, а запросто может такое и не быть, то, ну, придется самой создавать, что поделать. Ну, придется самой создавать, можно только не такие детские, искусственные ситуации, но можно создать совместный бизнес, я, к примеру, говорю. А местные путешествия, но сейчас путешествовать нельзя, там, поход в горы какие-то, это тоже подходит, но, может быть, это в лайт-версии, правда. Так. Спасибо большое. Это, знаете, как в передаче есть такая, голые, напуганные, по Discovery идет, там они голые в джунглях где-то там ходят и преодолевают сложности. Вот я представляю после этого дружба, какая у них будет. Ни разу там до конца не досмотрел. Ну, ладно, Леночка, удачи вам. Увидимся. Спасибо. Вам большое. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. До свидания. Ответили. Да. Всего доброго. На крестик нажимайте. Ну, что ж, давайте сделаем выводы по сегодняшнему дню. Помните картинку? Запомнилась? Картинка по поводу границ. Вот. Что хочу сказать? На вопросы ВКонтакте, ну, и как бы в ленте, в Инстаграме я не отвечаю, ну, потому что лента бежит быстро, непонятно, что там за человек. с кем разговаривать. Поэтому обычно прямой эфир. Только через прямой эфир. А прямой эфир, возможно, только в Инстаграме. И здесь как раз очень хорошо и другим людям тоже видно, потому что через эти вопросы в других людей раскрываются еще и ваши какие-то личные тоже вопросы. Не обязательно даже вам, если я дозвонился. Ну, а те, кто посмелее, пожалуйста, пишите слово мне, и буду дозваниваться. Давайте это будем делать в следующей понедельник. Ну, что ж, друзья мои, всего вам доброго. Заходите в шапку моего профиля в Инстаграме. Там единственная активная ссылка. И посмотрите, какое есть ближайшее мероприятие. И вы увидите, что ближайший вебинар 17-го числа. А это прям, а это, а это завтра. Это воскресенье. Представляете, опять про женское счастье. Увидимся. До свидания.